Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 февраля. Вот, как всегда, у меня утреннее чтение комментариев, которые пришли за день. Сейчас вместе с вами снова удалим матершинников, удалим тех людей, которые заходят на канал, не чтобы чему-то научиться, а чтобы выплеснуть свой негатив к нам сюда. Нам такие не нужны. Так, я сейчас хочу сделать, чтобы вам было как-то видно хотя бы буквы. Ну, вот так пусть будет. Я начну с самого, вот, как первые вчера начали приходить. Ну, некоторые комментарии вообще не могу понять, когда про уродливые сеянцы я рассказывала, какие удаляю, пишут, да выдерни ты их и все, что время тянуть. Вот как раз я буду тянуть время, как раз для того, чтобы людям показать, что вот из этого сеянца на протяжении там скольких-то неделей или 10 дней ничего хорошего не вырастет, и что да, в самом начале его нужно удалять. Но ведь некоторые люди думают, что если бы мы не удалили, то он догнал бы или вырос. Мне-то главное показать вот этот процесс. И вообще, с другой стороны, я сама решаю, когда выдернуть, когда нет. Вот эти комментарии какие-то, ну, нецелесообразные. Все равно я буду делать так, как считаю я нужным. Раньше ставили на печку. Это вот про то, как я рассказывала про кусочек теплого пола. Да, ставили на печку. И вот здесь пишут, покажите, пожалуйста, как подключили на кусочке теплого пола. Галина Мешкова спрашивает. Обязательно подключу. Вот смотрят из Белоруссии, привет передают. Биогумусы, биогумат одно и то же или нет. Да, это можно и то, и то использовать. И вот сразу про вчера, когда я сказала, что будет дополнительный набор семян. Я сегодня смотрю на почту, приходят заявки. И вот Елена Тимофеева уже спрашивает. А каталог на дополнительные семена вы уже послали? У меня пока на почте нет. Но, Лена, я хочу сказать вам и всем другим. Я так боюсь вот этих торопливых людей, которые сейчас будут закидывать меня письмами. Почему не выслали? Почему не выслали? И вот правильно Александра пишет, что она же не робит. Только сегодня объявила о приеме заказов, и вы хотите, чтобы я уже за кусочек этого остатка дня разослала всем все вот эти информацию. Рассылку начну завтра, в понедельник, как обычно, начнется у всех рабочий день. Я сяду за компьютер и в течение дня буду рассылать. Это во-первых. Во-вторых, не обязательно, что вы получите завтра. Ваша же заявка не единственная, и вы же не уверены, что вы прислали в первых, как в первых рядах. Кто-то, может быть, раньше вас прислал, и вообще, как бы вам сказать-то это, когда вы заказываете... Ну, короче, кому нужно быстро? Нужно идти в магазин. Когда вы заказываете у частного лица, тем более я всегда говорю, что я работаю одна, вот сейчас Катя, она мне не помощница, потому что она там выискивает последние зимние заказы, которые запутаны, и переписываемся, у кого оплата, не так вот она высылает письма по уточнению списков. Так что вот с этими дополнительными заказами буду работать я одна, быстро это не будет. И я даже кому-то, кто уже вечером прислал заявки, даже в течение недели, может быть, не смогу ответить, потому что с каждым заказом работаем индивидуально, это туда-сюда письма, переписки, быстро не будет. И не нужно писать особенно вот здесь вот, в обсуждениях тем, все вопросы по заказам только на почту, потому что здесь мы обсуждаем растения, здесь обсуждаем темы, и если вы думаете, что я буду здесь сидеть и каждому объяснять, что выслала вот тому-то, а тому-то не выслала, нет, конечно, это не очень удобно засорять, тем более вот эти вот. Здесь мы только отвечаем на вопросы, делимся друг с другом информацией. Вот тут про, опять же, про всхожесть перца. Кто-то говорит, что ставит на батареи, но батареи не у всех. У нас, например, батареи не такие, как в благоустроенном доме, а вот труба в частном доме, просто такая труба, и она горизонтально тянется по всему дому, по периметру, по стенам, и никак туда не приспособишь, ничего не сделаешь. Потом. Еще про эту же батарею. Вот, короче, некоторые люди, когда я делюсь вот этой информацией, они воспринимают вообще совершенно неадекватно. Я не с той целью вчера показала, как вот этот купить кусочек пола, наоборот, сказала, что это дешевый вариант. Там есть и за 2, и с чем-то тысяч. А я подсказала, что можно в районе 500 тысяч сделать, но тут есть женщины какие-то. Я не знаю, то ли правда с желчью не все в порядке. Екатерина пишет, раньше вы стремились сеять и сажать без лишних заморочек, сейчас же все затратнее. В чем вы увидели затратнее? А не затратнее посеять лоток, не дождаться всходов и выбросить их. Тут же Елена Аселетченко пишет, появились деньги с продажи семян, поэтому так. Я вот прочитала этот комментарий в шоке, типа до этого я была какая-то там бедная, голодная, бездомная, продала семена, и с первой же продажи я купила вот этот вот кусочек теплого пола. Я вот ответила ей, и хочу всем ответить, для тех, кто считает чужие деньги. У меня не появились деньги с продажи семян, они у меня всегда были. Я всю жизнь работала, и вот этот кусок теплого пола я могла купить в любой момент, просто я об этом не знала. И в прошлом году мне добрые люди посоветовали, и я узнала, и мне это понравилось, мне это помогло. И я вот как от всего сердца решила этот совет передать дальше другим людям, кто в этом нуждается, кто в холодном регионе, у кого нет вот таких батарей или нет печки, причем здесь, что у меня появились деньги с продажи семян, а ничего, что до этого 10 лет я продавала рассаду. У меня денег не было, вы думаете? И вообще, конечно, я же с голоду умирала, и тут вот только появились деньги у меня с продажи семян, я купила кусок теплого пола. Все-таки какие есть интересные люди. Это все вот эти советы, все вот эти рекомендации, только для того, чтобы облегчить жизнь и улучшить вот эту вот пассивную, сделать качественнее, дружнее всходы, а не из-за того, что и ни на сколько они не затратные, а с другой стороны. Ну вот я купила этот кусок теплого пола, не хотите затрат и заморочек, но не покупайте вы его. Значит, этот совет не для вас, и вообще, я не уверена, что этот канал для вас, если вы думаете, что как-то я людей провоцирую на то, чтобы они тратили, чтобы более затратные были. Я-то с этого что имею, если кто-то купит кусок черного? И еще вот про внешность хочу про свое рассказать. Пожалуйста, прекращайте давать мне советы по внешности. Какой макияж мне идет, какой нет, какая прическа идет, нет. Тут уже у меня не бьюти-салон. Я вот как есть, так и выхожу. Вот Любовь Рыбакова написала. И еще не по теме, но немаловажный момент. В черной блузке вам лучше, знаете, почему у вас, Оля, яркое лицо, второй яркий акцент, уже лишнее. Тут пишут, я не согласна, черный никого не красит, это самообман более живые, цвета всегда приятнее глазу. Но зачем вы бросаетесь, как начинаете уже обсуждение меня, а не растения? Я вот пишу, что черная блузка – это моя рабочая форма, не потому, что мне в ней лучше или я в ней красивее. Вообще я считаю, что я вправе сама выбирать, как одеваться. Мы тут обсуждаем растения, а не меня. Вы не обижайтесь, дорогие женщины, но замечания по моему внешнему виду я считаю вообще лишними. И совершенно бесполезными, потому что я никогда в жизни никого не слушала, всегда одеваюсь так, как мне нравится, а не другим, не чтобы угодить другим. Вот кому нравится черное, вот, например, для одной зрительницы я сегодня одену черное, потому что ей нравится, а для другой зрительницы одену красное. Я одеваюсь так, как мне удобно, если рабочие моменты с землей, я одеваю черное, если нерабочие, я одеваю красное и желтое, это мое личное дело. У меня совет вообще ко всем зрительницам – уделяйте внимание своей внешности. Может быть, тогда не нужно будет обсуждать других, кого-то посторонних. Я в этом не нуждаюсь, у меня все хорошо и с внешностью, и с одеждой, и мне идет и черное, и красное. Вот, честное слово, иногда хочется про растения поговорить, вынуждена читать про прически, про макияж, про все. Кто-то пишет, вам это не идет, вам нехорошо, не делайте так. Кто-то даже осмеливается писать, ну, наверное, уж самые невоспитанные, что белый цвет волос в вашем возрасте – это вульгарно обесцвеченные волосы, а ничего, что это седина. Я уже почти не обесцвечиваюсь, уже давно, с прошлого года, волосы чисто белые, вот у меня седые. Почему я должна все это объяснять? Перед кем я должна оправдываться? Не знаю, посмотреть бы на тех комментаторов, кто говорит, что это вам не идет, вы, это вульгарно. Как выглядите вы? Так, ладно, это прошли, сейчас до матершинников дойдем. Вот про выращивание рассады в улитках. Вчера еще хотела рассказать, почему я не выращиваю рассаду в улитках. Ничего страшного в выращивании рассады в улитках нет, но мне она просто не подошла по моим методам, вот, что я люблю, когда много земли, мне нравится возиться с землей. А эти голенькие улитки, в которых не порыхлишь, ничего не поделаешь, никакого удовольствия, ну, многие выращивают в улитках прекрасно. Отдельное видео сниму на эту тему, иначе не объяснить. Вот тут опять про обогреватель. У меня такой обогреватель куплен 5 лет назад. Ложу на широкий подоконник, на холодный, под рассаду. Ну, значит, некоторые люди все-таки таким пользуются, и невзирая на то, что кто-то говорит, что это затратно, это не затратно. Вот про каталог пишут. Пришлите мне каталог. Куда вам прислать каталог? Сюда, в YouTube? Нет, только на почту. Тут же ясно сказано, там адрес электронной почты, все. Так, тут опять, вот, зачем рано садить? Детерминантные томаты и ранние перцы после 25 марта. Зачем спешить? Ну, после 25 марта, если мы перцы посеем, это считай, что они не взойдут в апреле. У нас, например, половина не вызреет. Ой, еще одна. Сегодня прям день какой-то, это шквал комментариев, которые все считают себя и умнее автора, и умнее других зрителей. Ирина Донкова пишет. Никогда не подкармливают до появления настоящих листьев. Это комментарии, вот, когда первый полив рассады, когда я объясняла, что у кого земля не сбалансирована, можно во время полива добавить вот эти питательные вещества. Я как раз вчера сняла видеоролик и объяснила, почему я так сказала. Я еще добавила, что если у кого земля хорошая, то подкормок не нужно, что я никогда не делаю. Но люди ведь спрашивают те, кто забыл добавить туда что-то, у кого грунт бедный и нет возможности хорошего. Ну вот, а Ирина Донкова считает, так и написала. Лишь бы очередной ролик снять, уже как Дарья Донцова стала. Но я сравнение с Дарьей Донцовой не считаю для себя оскорбительным. Но все-таки, вот, я ей написала, Ирине, я думаю, что вам не место на моем канале с таким настроем. Если вы думаете, что я снимаю видео просто от нечего делать, то вы точно не из наших. Ведь я это объясняю и все разжевываю, и все вот это вот просто просветительских целях, делюсь информацией с теми людьми, которые этого не знают. И, возможно, из-за этого совершают какие-то ошибки, которые потом приводят к разочарованию в области огородничества. Но если действительно человек смотрит мое видео и думает, что я лишь бы снять вот это снимаю, он думает, наверное, что у меня столько свободного времени, вот делать нечего. Полежала, пузо почесала, пошла, сниму-ка я ролик, буду-ка я Дарьей Донцовой. Это я вообще в шоке, потому что, ну вот действительно, ну это, скорее всего, не из наших, это дама, потому что не понимать этого и думать, что я снимаю просто, ради чего, не знаю, ради видео. Так, вот здесь вот опять ссылка, не знаю, ну не буду удалять, может кто-то посмотрит. Тут пишет, не обижайте матершинников, с ними веселее. Ага, Надежда Красикова пишет, обхохочешься. Я все-таки думаю, что матершинников надо удалять, но мы все взрослые, воспитанные, культурные люди. Как? Вот смотрите, пишет Елена, скажите, пожалуйста, в какие сроки сеять гномы? Но этот вопрос, на который я не могу дать ответить. Вы же не сказали, в какие сроки сеять гномы? А где вы живете? В теплом регионе? В холодном регионе? Куда вы своих гномов будете высаживать? В открытый грунт? Или может быть под пленочку? Тоже еще одна группа интересных людей, которая задаст вопрос, никаких маркеров мне не указав, ну хоть за что зацепиться. Для чего вы этих гномов будете? Для раннего урожая? Или просто в открытый грунт в холодном регионе? Тогда сеять вообще надо поздно. Не отвечаю на этот вопрос. И такие вопросы, когда задаются, я это, даже не знаю, что сказать. Вот Елена Спирина пишет, вот про этот же, про кусочек теплого пола. Супер, все способы хороши на пользу урожая. Почему и нет? Спасибо. Вот это вот правильно, как восприятие информации. Хороший способ. Нравится, если тебе пригодится эта информация, пожалуйста, примени. Не пригодится, иди дальше. Я скажу больше, я сегодня еще хотела снять тоже о теплом поле, как об этом, кто на, электроодеяло. Мне даже в прошлом году зрители прислали в помощь, потому что в прошлом году мы замерзали. В это время были морозы и очень холодно. И я сама попала в такую ситуацию, что у меня перцы не всходили из-за холодной низкой температуры в доме. И я этот кусочек теплого пола, я восприняла как спасение для себя. И потом, когда меня ткнули в то, что есть вот такой теплый пол, я потом такой кусочек теплого пола закопала еще в теплице, и там вырастила ранние огурцы. И так, сейчас у меня кончится заряд батарейки, не посмотрела, что хочу это дойти до матершинников и все. Процветковые проростки. Тут опять проростки появились. Так. Все. Сейчас если... А, вот, смотрите, Наталья Плетнева пишет. Сею сладкий перец для теплицы. Безобидный видеоролик. Пишет одно, извините, пожалуйста, за выражение, пиздобольство. Ну вот я считаю, что таких людей не только надо удалять вот это сообщение, удалять вообще полностью, ее блокировать. Потому что, ладно, тебе не нравится, ну ты напиши бесполезный ролик или еще как-то. Ну вот кто выражается так, мне так неудобно, что женщины у нас опускаются до такого уровня. Ладно, там заходят иногда пьяные мужики. Один раз мужчина тоже что-то матом написал, потом через год мне написал в одноклассники. Я уже его забыла, он извинился. Оля, извини, я, говорит, в тот раз был пьяный, что-то меня взбесило, написал вот такой видеоролик. Долго потом, как сказать, насмеливался, чтобы извиниться. Сейчас, говорит, выпил в очередной раз, решил все-таки для смелости и извинился. Ну ладно, когда мужчины, но когда вот Наталья Плетнева, у нее же, наверное, есть дети, у нее есть, наверное, и на всеобщее обозрение. Вы представьте, зарубежные, наши иностранные вот эти вот зрители пишут, что смотрим на английском, на немецком все вот эти видеоканалы, но только русские зрители могут позволить себе так похабно вести, зайти, оскорблять, например, автора, матом выражаться. Как-то пропускают модераторы наши вот эти маты. Наталью Плетневу блокируем раз и навсегда, больше у нее не будет возможности материться здесь. И вот хоть кто-то говорит, что оставляйте матершинников с ним весело. Вот чего здесь веселого? Зашла женщина, показала свой низкий уровень воспитания, возможно, даже свою какую-то вот эту вот, не знаю, как это называется, маргинальность, или как сказать, чтобы ее не оскорбить. И еще про эти процветки, так и лезут опять процветки, вот тут Ирина Кравченко опять пишет, а на канале про цветок очень много полезной информации, научной точки зрения, науку никто не отменял. Все это прекрасно, ну смотрите, я пишу, а вам не кажется неэтичным, находясь на этом канале, расхваливать другой канал его автора, если вам нравится? Смотрите ради бога, вам никто не запрещает, при чем здесь я? Зачем в обсуждениях моих видеораликов писать, какой он хороший? Но это тоже и невоспитанность, и вот это вот какая-то наша низкая, наверное, низкий уровень образованности. Зачем мне знать, какой хороший другой канал? Я веду свой канал, здесь мои зрители. Пожалуйста, смотрите другие каналы. Я понимаю, что у меня без научных обоснований, такой простенький канал, у меня простое огородничество. И хоть пишут, что раньше вы все делали по-простому, сейчас затратно. Что затратного? Я ничем почти не обрабатываю, очень мало. Купила я этот кусок теплого пола в прошлом году. Теперь вот пишут, что это из-за того, что она разбогатела на семенах. Ну это ужас. Ладно, желаю всем всего хорошего. У меня батарейка заканчивается. Матершинников удалила, показала вам, какая тенденция. Большинство, конечно, людей смотрят, учатся, мотают на ус. Кто не учится, тот просто ностальгирует, глядя на эти видеоролики, смотрит на растенец, какие прекрасные растенецы, скорее бы сам посеял. Преддверие весны, хорошее настроение. И только самые-самые злые и несчастные люди, может быть, пишут вот такие комментарии с матами. Давайте их пожалеем. Пусть у них будет все хорошо. Все. Всем прекрасных посевов, хорошей весны. Больше не буду желать, как в прошлом году, мягкой земли и толстых сеянцев. Тут уже Александра высказала, что опять кто-то поймет, может быть, неправильно, когда желают земля пухом. Пожелала пушистой земли. Нет, не буду желать пушистой земли. Хорошей погоды в этом году всем желаю. Все. До свидания.